Продолжение следует... Меня Олег зовут. На какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть. Темы разные от спорта, истории до политики. Ну, задайте какой-нибудь вопрос на любую из этих тем. Будем беседовать. Как вы считаете, полководцы Степельков, Субботей, ЖБ, брали ты их или нет? Какие полководцы именно? Субботей и ЖБ. На западном походе Степельков, тысяча, тысяча, тысяча. Я понимаю во время монгольского. Я не интересуюсь историей Киева. Мне этот город абсолютно не интересен. Я потом встал из Украины, поэтому спросил. Ну, я же... Но человек может быть с Украины, надо знать, что он из Киева. А вы с какого области Украины? Из Харькова. По Харькову я досконально знаю историю. А Киев мне как город, и я к нему испытываю определенную антипатию. Он мне просто неинтересен. Хотя я понимаю, что это столица древней Руси, это я все понимаю. Киевской Руси, ну да. Ну, Киевской Руси не было такого. Была просто Русь. Неблагозвучная прилагательная Киевская, это продукт конца 19 века. Ну, по-разному говорят. Кто-то 18, кто-то 19. Вряд ли 19. Ну, так. Понять, что я скажу, была уже в первой площади 18 века точно. Ну, может и в какой-то работе была, где-то публиковалась. Но это было ж неофициальное мнение. А полуофициальная она стала в конце 19 века, даже к началу 20-го. Коммунисты распиарили это, чтобы, так сказать, обосновать единство народов, там, украинцев, русских и белорусов. Вот для меня конкретно вы как одинаковым народом не являетесь. В частности, я сам не русский. Но вы как проект для меня одинаковый, в целом. Ну, я понимаю. Ну, я сам русский, если что. Ну, не важно, я понимаю. А какой из коммунистов, ну, смотрите, в любом режиме, да, там кто-то называют прокатистами, кто-то там научными сотрудниками и так далее. В истории тоже все самое, как и физики. Ну, да. Вот. Вот скажите, какие, чьи работы, все-таки, как сказать, у большевиков, да, вы имеете в виду, наверное, 30-е годы, скорее, а, с 20-го по 30-е годы. Да, да, да. Скорее, чьи работы, ну, были распиарены коммунистами, Киевская Русь и так далее. Потому что у меня совершенно другая информация, сразу объясню. Большевики, большевики для прихода к власти использовали несколько, так сказать, но набирали акции. Одним из самых главных было избирательное право для женщин, а второе создание так называемых национальных, как я называю, областей, республик и так далее. Ну, это, я понимаю, второе, это называется коренизация, да. Они насаждали, они насаждали культуру той или иной союзной республики на все территории, которые не являлись внеэкономическими, я знаю. Я, с вами, я в курсе, да. Ну, как, именно из лидеров большевиков этим никто не занимался, этим занимались в основном такие вот ученые-историки, которые пиарили. А я не помню, кем введен в этом, вылетела фамилия из головы в 19 веке это, а большевики просто это ввели в учебники в школьные. То есть, если в Российской империи это было в качестве научной дискуссии, Киевская Русь или просто Русь, то большевики это ввели в школьные учебники, вот этот термин. А до этого не было. Если вы посмотрите ту же британскую энциклопедию, 11-е издание 1908 года, по-моему, 7-го, там просто есть Русь, а нет названия Киевская Русь. А уже позже, в 20-е годы, в британской энциклопедии появляется статья Киевская Русь, по-английски Киеван Русь. А раньше была просто Русь. То есть, британская энциклопедия цепляла сначала из Брангауса и Фрона, это энциклопедия Российской империи, она была вторая по значимости в мире после британской. А потом и из Большой Советской. И вот Большой Советской уже вот эти вот исторические пошли под названием Киевская Русь. А вообще, ну, вот деятельность, допустим, императорского дома Романова, как оценивать вообще в целом? Все-таки 300 лет практически, да? Ну не 300, 200 лет. Они же... Российская империя с 1721 года. До 1917, то есть почти 200 лет, да. Ну, нормально оцениваю. Ну, попалось слабое звено, империя рухнула. Ну, 200 лет для империи, это, в принципе, немало. Я вас почему-то больше негативно оценил. Есть, конечно, отдельные личности, типа Александра Третьего, да? Но в целом, все-таки, эта династия сделала, мне кажется, больше плохого. Ну, самый позитивный был, конечно, Александр Второй. Это не Александр Второй. Он был реформатор. Александр Третьий, он был как бы... Это как Брежнев в своем времени, да, он такой, но более респектабельный, конечно. Он был как бы... Как бы при нем был застой, при нем не было развития общества, но оно достаточно развилось при Александре Втором. Он не мешал, он не мешал, и какой-то... Это называли, как бы, реакция, да? Наступила реакция. При Александре Втором были реформы, а тут реакция. Ну, на самом деле, реакции не было, просто реформы были приостановлены. Достаточно их было. Ну, они как-то реализовывались, производство росло все, да. Ну, да, там, разные виды. Кто-то говорит, что если бы столыке ему дали 10 лет, возможно, ему дана была бы... Ну, да, если бы столык не поперся в Киев этот театр, он ему нужен был 100 лет. Все было по-другому. Давайте я вам дам название своего... У вас немножко тормозит, я может прерваться. Давайте я вам дам название своего канала. У меня там много исторических роликов. Заходите, посмотрите. Вот, копируйте русская часть названия. В поиск Ютуба внесете, посмотрите мои исторические ролики. Интересно, да. А то сейчас что-то у вас начал барахлить, прерываться. Но это не у вас, а это рулетка, скорее всего. Рулетка, так сказать, уже не очень хорошая связь обеспечивает. Ладно, жду вас на канале. Всех благ. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушаю. Их, в общем-то, всех и назвали «русские», потому что это глагол. Глагол русский – это какой чей отвечает. А народ, что он после себя что-то оставит, что он созидающая часть населения, что у него ответственность за происходящее, что он определяет и понимает политику и внутреннюю, и внешнюю, и дипломатическую. И он берет на себя ответственность. И вот суть в том, что когда он берет на себя ответственность, их становится таких людей, как минимум, не один. Он лучше бы, чтобы меня судили по справедливому закону, в относительно справедливости большинства народа. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Липска область где была? В Австрове, Андрей. Опа, так это не было еще? Ну еще. Лакмус включили, что ли, именно? Ну, а такая лакмус-то выводишь, когда ее отпускаешь в раствор, что вы говорите? Челочной раствор, кислотный, либо там нейтральная среда. Такая вот, она там краснеет, фиолетом становится этот листик. Но смотри, есть такой на сегодняшний вопрос, ответ на который, и есть этот лакмус. Ну, то есть проверяет, насколько вы, например, ватный, не ватный. Это вопрос очень просто, звучит и банально. Чей Крым? Крым? Я даже не знаю, тут ответ может быть усийский. Я тебе, смотри, есть несколько состояний лакмуса. Если он меняет цвет на фиолетовый, если это яркий красный, есть такие гневодики, которые там несложно запомнить. Так вот, в зависимости от того, как человек отвечает на вопрос, чей Крым, а есть всего два варианта ответа. Два, или Россия. Есть, нет, есть всего два варианта ответа. Один, верный. И звучит он так. Крым, это временно оккупированная, неотъемлемая часть территории Украины. Оккупированная Российской Федерацией. Это один, правильный ответ. А второй вариант ответа, это все остальные ответы, какие выбирают люди. Их масса. Их может быть миллионы вариантов. Крым крымчан. Крым, каждый может... Крым божий. И я вообще не забочусь этим вопросом. То есть, как только человек не отвечает на вопрос, чей Крым, что Крым это временно оккупированная Российская Федерация, территория, неотъемлемая часть территории Украины, все остальные вопросы характеризуют его как ватника, как имперца, либо как человека безразличного. Вот тебе и лакмус. Поэтому негативные отношения к вам, в том числе, из-за того, что вы к вам лично, потому что вы никакого отношения к Крыму уже не имеете, это же не вы руководители этой армии. Но когда торчей Крым, вы говорите, ну Крым, он не российский, ну это Советский Союз, это там что-то, как-то так сложно. Нет. Крым, это временно оккупированная Российской Федерацией, неотъемлемая часть территории Украины. Это единственный, правильный ответ. Все остальные ответы характеризуют вас как слабобольных. Все сядут. Все. Тебя пошло, дядь, а ты не воруй. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане... Не надо. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда, присяг него правды и ловный грош. В колытьку всяко прочую. За станицы родные, за луга. Залюные, да за царскую вочину. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консульный ответ. Влоги до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смертный бой. Ты машинской силой днёмною. Сранцевой чумой. Но ты мне улица родная. И в непогоду дорога. Продолжение следует...